Северный садовод Северный садовод Алексей, это вы меня научили Видели, как я разделался с этим питомником Вот, нажал правой мышкой А там оказалось то ли 100, то ли 200 претендентов на эту фотографию Так, привет, брат Холодно, плюс 8, дождливо Вот это беда Это и плохо для абрикосов Все-таки для них это ненормально Спасает только то, что ты так же, как я, их не калечив Виктор Казаков, здравствуйте Татьяна Федосеевна, Юториченск Приветствует нас, Виноградов Эхо, ой, жалко А может быть, это эхо уже давно исчезло Так, всем здравия и приятного Познавательного вечера Трансляция с эхом идёт Так, а когда это было? А, так это было в самом начале 16 часов по Москве Да Так что будем считать, что сейчас эхо нет Надеюсь, нет Бухтияров Ну, Казахстан на месте Сергей Александрович На месте Так Бухтияров Дождей ещё не было Пали высохли Ветер 25-28 Пыльная буря Местами 23 В общем, очень хуже, чем у меня До сих пор, как Чингиза Этматова прочитал Бараной полустанок До сих пор, мне кажется, что Казахстан это не лучшее место Да, с удовольствием Вот, и у нас то же самое Ни одной капли дождя до сих пор Сегодня обещали Тучи собрались И рассеялись Вот, невероятно Я, знаете что, Леонид Это моё Сейчас Слабое место Знаете, какое Я люблю экспериментировать Итак Три дня назад Сегодня третий день Когда у меня Молотит два насоса Но они слабомышлены Тем не менее Сад оказался Немаленький Я Поливал яблони И всё-таки Корни не такие Груши Корни, как эти Как буровые станки И абрикос Абрикосы Все Буквально В завязях Невероятно Кольца завязи Никогда В жизни Такого не было Вот И тут Это дикое Наоборот Чтобы Яблони Как Брасывает Лишнее Завязи Лишнее Это сколько Это сколько Они могут Прокормить Благодаря тому Что нет Воды Вот Енисей Пересох Здесь 15 метров До Уровня Подземной воды Подпочвенной воды Вот Если дальше Будет сыпаться Обещанные Мною рекорды В этом году Не состоятся Вот Плюс на минус Так Марина Добрый вечер С удовольствием Добрый день Вам Марина Добрый день Иван Мо Дельбург На связи Всё Просыпается Извини Это хорошо Александр Лицкий Какого возраста Самый старший Персик Сейчас У меня Самый старший Персиков Нет вообще Когда У меня было Первое поколение Персиков Довел до Плоотношений Несколько лет Вот Красовался Перед телекамерами Вот А потом В 2005 году У меня сожгли Сад на острове Я остался Без Без Существования Пенсия Это смешно Сказать Что я жив На пенсии Устроился В два садика В каждом садике Я получал По 3000 рублей А при этом Продавал Черенки Спрос на А я уже Раскрученный был И спрос на Мои Персиковые Кубки Ветки Был Необыкновенный У меня было Пять деревьев Вот Абрикосы Взрослых Но молодых Я сказывал Срезал По 30 50 По 80 Сколько смог Веток Вот На следующий год Ни один Не проснулся Опыт у меня Был Поэтому Я Достал черенки С этого С погреба Запас Я не все Продал Вот И возродился Снова Это было Второе поколение Вот Потом Дальше говорит Только давление Себе повышать Увидеть Какие возраст Если бы Я не резал Черенки Они бы сейчас Были бы живы Вот Тогда Подмерзали Но Саженцы Неискалеченные Жили А Искалеченные Погибали Тогда Приходилось Брать черенки С неискалеченной Борьба За существование Продолжалась Много лет И сейчас Продолжается Значит Стал бы Я сейчас Спросить У вас денег Михаил Свинин Всем привет Аханского Спросил И посадил Миндаль Косточкой За лето Было 25 Самое На зиму Покрыл Пятилитровой Бутылкой Весной Стал заниматься Привкой Видел Под бутылками Зеленые Лички Открывая Там Цветочки Нормально Вот Как так Косточка И вдруг Сразу Цветочки Да И Вроде бы Радоваться Нечего Так Муза Всем добрый День Борис Соловьев Всем Городничим Всем привет Из Москвы В Калужской области Абрикосы Отсели Весна хорошая Дождей пусть и нет Прохладно Цело нормально Ну хоть вы будете С абрикосами Лобасов Привет всем Цветет Обильный Персик Касанский Купленный У Сергея Поздравляем Пожалуйста Фотографии Мне нужно Доказательство Что вы Это Что не Сергей И не это Вы же видели Как с нами Разделываются Даже Сергеем Вот Что было Увидеть На фотографии Сергея Который Демонстрировал Я фотографировал Он стоял С лопаты И демонстрировал Посадку Принципиально Мы закладывали Новый сад Который должен был Служить моим экзаменом В годе Проши Что я Не постарел Что я все Делаю правильно Сейчас весь этот Участок Весь в абрикосах Груши Ябл Невероятно Да А это было 6 лет назад И вот он Демонстрировал Посадку И эта фотография Как она ее Разглядела Я специально Не посолал Одной из Мерзи Он написал У этого парня Злобный взгляд Как будто Лопаты Хочет убить А он всего лишь Лопаты копал А никого Бивать не собирался Я потом Попытал Десятой фотографии Где он с детьми Которые на его руках В саду Среди Роскошных Яблок Груши Вот Вы представляете Как трудно Мне И как Болезненно Воспринимает Вот эти удачи Поэтому Пожалуйста Вот цветет Персик Хасанский Пожалуйста Фотографию Вот Лобасово Леонид Горь Десногор Там Это Соро Еще побольше Данных Когда куплен В каком году Вот А это А что это такое А вы Наверное Персик Хотите Показать Цветущий Так Ну и куда Я бы мне Чет Принес Дегрушка Ну в общем Я нажал Как вы Наверное Трохотели Да Вот Теперь Надо отсюда Выбираться Так Надо отсюда Выбираться Ну теперь По новому Туда Попадать Сейчас В общем Я Вот сюда Попал Ну непонятно Ладно Проехали Сергей Александрович Зачем Вовсе Инсамор 19-е годы Пусковская Теритина Тоже Умоляю вас Присылайте Фотографию У нас У них Слова У них Цитаты 80-100 летней давности А у нас с вами Это Плоды И чувствуете разницу Причем Они говорят Что этого не может быть Никогда Слова-то Лож Мошевич Вот Лженаука Да Вот она Ваша Лженаука Сеня Самура Это и будет Лженаука Почему Я заранее говорю У вас дикаря не получится Даже не надейтесь Сергей Александрович Даже не надейтесь Так Тверь Борис Славьев Доброго здоровья Подскажите Подскажите В какое время Все же лучше Прививать ваши Ченки На привой Из ваших Косочек И семечек Прививать Что является Критерием После появления Листочка На привоях Или до Если разница В сроках Привыкли До Априкосов Слив Для меня Принципальной Разницы Нет Вот Значит Является Этим Самым Сигналом Сокодвижения Вот И так Трудно Установить Считается Когда хорошо Отделяется Кора Это значит Подходит Ну Ретереться Хотя бы На сокодвижение Этих Самых Берез Но Взрослые Березы Они позже Начинают Сок давать Поэтому Еще надо До этого Где-то За неделю Затур Если Еще Бутылками Накрыть Вот Эту Разницу Возможно Как бы Сказать Разброс Сделайте Совсем Незаметно Под бутылкой Очень комфортно Се чувствуют Прививки Вот Ну Например В Сибири Пусть это будет Середина апреля Вторая половина апреля У вас Допустим Первого апреля Вот Там Где-то Так Данила Всегда И никаких Листочков И на подвое Направить Чтобы никаких Листочков Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова